Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Хейлер, и я приветствую вас на канале Хейлер Вижн. И сегодня мы продолжим с вами играть в Crusader Kings 2 за Венецию. Вот это вот днище наш правитель в прошлый раз... Конечно, не я днище, правитель. Всё, он его прощил. Поиграл войну с Византией, хотя это неудивительно. И у нас приняли Фоджу, которую мы сами давно отжали. И теперь мы хоть не хотим захватить другую провинцию, но, как вы понимаете, нам нужны сильные союзники, чтобы кто-то нас защищал. И я выбрал на эту должность восточную империю. Это парни из жена. Ну, нужно как-то нам влиться, понимаете, да? Нам нужна вот эта дама. Так, успел брак. Вот, смотрите, мы можем, но... Видите, сколько денег нам нужно, да? Я хочу помочь, но, как бы, тяжело будет. У него просто у меня нет пока дослойного кандидата другого. Они все женаты. А если убить чью-нибудь жену? Я вот недавно женил этого парня. М-м-м, сори. Ты стала жертвой дворцовых, Энрик. Мне нужно освободить тебя. Я не хочу, там, разводиться. Просто нужно тебя аннулировать. Все равно ты ему детей так и не родила. Медлишь, медлишь. Вот нечего медлить. Так, ну что ж. Запускаем игру. Так, и че там она? Брат хочет убить. Брат, в смысле, ее мужа хочет ее убить. Ну, окей. Давайте позовем вот этого парня. А, у меня нет денег. Окей. И престиж у меня очень... А, че так деньги-то улетучиваются? Деньги. Так, измелье затраты. На что? На что затраты-то идут? Я не понимаю. Алло. Это что такое? Так. Деньги мы зарабатываем. Это понятно. А, армию я всю расформировал. Вот. А, флоот. Ступида. Ну, сейчас деньги потекут в казну, конечно. Рекой текут, рекой. Так. Набожный, щедрый, выдающийся богослов. О, тайны советника нет. Я думаю, че так все медленно идет? Тот парень хоть мой враг. Из семьи трибуно. Ну, как бы, талант. Рабрый патефтурус. Престиж. Кровная вражда. А, нет, я его не должен назначать. Это точно. А лучше никого нет. Нет, мы назначим. Не поливать. Все это условности. Так, я не понял. Еще, он мне гиги баф не даешь? Да. Ты че, офигел что ли? Так, ну, давайте изучать технологии, ребята. Правильного. Маршал. Теперь нет. Ну, давайте вот этого парень назначим. Маршал. Да, с вояками у нас теперь проблемы. А раньше некуда девать было. Да, уж. Святейший государь, чем больше я изучал лордин, тем сильнее чувствуется, что нужно принять его и показать вам мудрое заключение в этих... Я представлю вам выдержку из наиболее интересных частей и призываю вас... А, ты... Я сам недавно принял христианство, офигел что ли? Офигевший. Че-то тут какие-то проблемы у него, я смотрю, есть. Просто проели. Жалко парня, так и умер. А жена его пережила, кстати. Красава. Денег мы, кстати, уже заработали, неплохо так. Ой, капеллан умер у нас. Да что ты будешь делать? Все мрут, как мухи. А, я его посадил. Смотри. Так, где этот? Где этот? Проклятый гад. Мы еще сейчас на нем заработаем, на этом лордисте. Так. Заговорщик. Да, он согласится. Куда он денется-то против такой силы? И пригласим священника. О, да. То, что нужно. Приехал священник. До вашей мудрости. Отлично. Так. Что дальше нам нужно сделать? Так. Когда я с ним получаюсь пока убить, попробуем просто их развести. Помочь ребенка. Так ты, сын мой. Собственно, королей и так не узнаешь, имей свою убить. Сори, мадам. Просто пришлось. Так, ты теперь. Пришло время заключить новый брак. С нормальной династией уже. Дабы укрепить наш союз. Кстати, она так и не нашла мужа, этого. Прямо приотличника. У меня есть один кандидат. Да, видите, тут уже меньше, потому что... Мой сын изменит знатного рода, как бы, но вы понимаете. Так, а тут еще есть. Видите, тут больше, а здесь меньше. Так, молодец. Возьми с полки пирожок, глупец из семейства трибуна. Ну, все там куски. Тупые. Ненавижу этих трибуна. Но что делать? Больше талантов, к сожалению, нет. Кроме их... Кроме них. В этом все горе. Так, а на что вообще способен, способен вот этот мой сын? А почему он не маршал, еще я не понял? Почему вот он не маршал, у меня объясните? Где вы, черти, ность? Почему вообще... Ты кто, сынок? Ты где? Тайность... Тайность советия. А, я же его выгинул, не забыл. Точно-точно. Но его титул я защищаю. Именно он станет должен, когда... Как-то, вы поделим. Когда я, точнее, мой персонаж, я еще не собираюсь откинуться, как-то. Ну, вы поняли. Синья. Это все, что осталось от Фарвата. Вы поняли, да? Вход мой смысл. Умер от естественной смерти. Фабрикуем претензии на сенью. А новым маршалом становится мэр Бруно. Хоть какие-то маршалы. Сколько деньги мы хотим? Патрица еще умер. Это был последний достойный конкурент. Право властвовать республике. Нет, еще есть... Трудань... Не инокоподопок... Ну, вы поняли. Вот этот парень, короче. Но пока... Мой сын, это и есть наследник, которому 35. Моему правителю 53. И он престиж династии подорвет вообще коренным образом. И вот этот прожить подольше. Просто меньше был упадок после него. Ну, чтобы побольше престиж поднялся. Вот там они что-то передел произвели. Шо за торги еще такие у вас тут? Ак вы. Они убили мою... Опять эти лаги? Они убили мою дочку. Точнее, не мою, а дочь моего брата. Все дети у меня умерли. Умер от заболевания. Умер. Заказчик убили. Они все погибли. Не помню. Сейчас, что интересно. Осадные машины. Так, вообще, мы можем покачать? Да. Легализм. Зачем мне это надо? Нет. Пока не будет. Так, у меня появилось время для моей возлюбленной степи. Которые я... Можно попробовать. Мы встретимся в моем домике. Что это дает? Полдавец. Должь получать манипликатор. Ради любви. Нет. Лучше проведу это время с друзьями. Давайте. Много денег, в принципе, требуется. Может, еще кого родит. Под конец жизни. В принципе, у него никаких дебафов к половицести нет. Где, кстати, посмотреть половице? Я уже забыл. Модификаторы у него неплохие. Военные. Место в коллеге кардиналов. Круто. Круто. Этот парень тоже умер довольно-таки рано. Очень как-то поможет, что здесь парни в браке. Модификаторы. У меня есть еще одна идея. Если вот этот... Оп. Смотри, немощный. Этот парень в браке. Жаль. А кто не в браке? Можем попробовать заключить династи... Ой, да, да, да. Династический брак с ними через женскую. И... Такая это парень... Ой, это парень в браке. Красавец какой! Видный, статный мужчина! Так. Заключить брак. С моей дочерью... Ой, с моей внучкой, конечно же. Нет. Ага, понятно. Да. Ха-ха-ха. Так. Разница в возрасте. Да небольшая. Желает лучшего союза. Базовое нежелание. Не понятно. Через женскую тут зайти не получится. А... Ой, да. А через мужскую? Через мужскую все уже занято. Но вы понимаете, что я собираюсь сделать. Я собираюсь грохнуть этого парня. Само собой. Да-да. Я собираюсь его грохнуть, конечно. Как только мы накопим денег достаточно. Да почему бы и нет? Можно начинать это прямо сейчас. Так. Не ты, не ты, не ты. Sorry, sorry. Нет. С тобой я не хочу разговаривать. Я вот хочу вот с этим парнем потолковать. Мы тебя убьем. Автоматически. У него много недоброжелателей. Так. Так. Так, кто такой вообще? Королевство Великой Моравии. Так. А... Союз, союз. Союз мы не заключили. А, потому что через женскую линию. Только через мужскую, видимо, у нас. Я не знаю. Нынешняя философия так популярна, как это было в древние времена. Но вот на... Вы нашли старого ученого, который готов поделиться своими мудростью. По его началам вы будете изучать труды Сократа. Окей. Спецовершеннолетие. Так. Чё там у тебя... О, управленец неплохой-то, да? У меня сразу есть для тебя должность. Внучок. Так. И... Так, вот этот парень, да? Меня интересует. Ты можешь заплатить. 350! Ничего себе. Меча. Шанс на убег и шанс расцепиться. Если мой загрузил будет разведать, то это серьезно. Нет. Не можем так разговаривать. Проще скрытно попробовать в заговоре. Надо... О, вот этот парень. Спасится. Отправить подарок. Ты думаешь, я тебе в заговор хочу? Боже упаси, я тебе хочу просто подарок отправить. Это хорошо. Вот этот бы парень очень сильный. Так. Вот этот подарок. Ему мало. Амаральный мне принц лук. Еще чуть нужно. Такого дела мы тебе еще пошлем. А, нет. Это больше не влияет. Я забыл. Отношения. Учник 0 присижа. Бракописедж. Рода низкого рода. Эх, уберто, уберто. Уготочный. Что с тобой делать? Нет. Ещё немного. Не лучше-то его мне не о вас. Он был неплохим помощником, жаль. Так. Так. Хочешь помощник у нас, если она готова, а, она не уйдёт своё мусор, не за что она целая, наверное. Вот, конечно. И этого парня тоже нет смысла просить. И этот нам не помощник. И этот вообще не помощник. Самый такой лёгкий вариант, но нет. Решил начать торжение по владению которым королю гейдов. А, нет. Восточной Франкской империи оказал бы нам реальную помощь в случае войны. в восторге от налоги, но пусть будут в восторге. Собирать налоги. Изучать экономику. Изучать экономику. Реально ли грохнуть этого парня? Фактически нереально. Только через заговор. Потребовать получения, участие в заговоре. А-а-а, подарок. Хрень, свет. Мне даже союз нормально заключить не дают. Не дают. Странно, хотя у меня такой тайный советник топовый. У меня самого заговора не очень. А вот у сына, вот у этого парня, очень хороший заговор. Вот внук живёт при дворе. Молодец. Пообещал свадьбу. А-а-а. Так. Нет, вступить в брак ему надо с кем-то из знатных ходов. Хотя бы более-менее знатных ходов. Поэтому мы отправимся вот сюда. К этому парню. У которого как раз есть дочь. Чё-то я не понял, почему нет. Так. Всё. Всё. Парни у него. Он подходит. Чёрт. Чёрт. Может у него... А, у него дочка замуж. Я думаю, чего нельзя. Может этого гаремыка будет легче убить? Здесь 50 на шанс. Малые. Я уже здесь многих подкупил. Почему нельзя сразу два так выравиться? Чё, херил что-то? Чё, я не понимаю, что происходит вообще. Кто какая? Внучка. Ага. Понял. Кто-то такая. Так. Какой чё, бессмертный, что я не понял? Давайте рискнём, что ли. Ааа! Аааааа! Умм... Анхом, анхом... Обосохранение? Автосохранение. Так. Азраки за общество экспортируете? Уйти в отставку. Приды? Пятый январь годы. стал королем англиев отец был о мы круче чем какой там король англии ура сейчас мы перезагрузимся и все будут у нас оки-доки вы не бойтесь я просто шапар пробовать потому что ну немного достал у меня вот мы ничего не можем сделать они на эти уже замужем мы кавалеры ну замужем уже надо короче шук глупцы надо на венецианских людях короче венециансы умеют любить они нет так да довольно таки недавно был силугатора нет не изменит может попросить повысить свой престиж отправив там благочесть конечно повысить но престиж тоже может вместо в рим небольшой получит такое значит ваша ариарина кто из семи труда трибуна вера поддержит меня все дороги ведутся в рим так цветы это святая земля как все это потрясает мою душу теперь я понимаю что вся моя жизнь до этого момента была лишь подготовка к этому путешествию как чудесно что свет господи сияет во мне ведом грешники отныне я всегда буду делать его работу набожный это прекрасный опыт апнули благочестие во первых получили паломник это благочестие нам прибавляет неплохо а также отношение совпадение религиозных черт чёрт так интрига идет паломник паломник а паломник тоже дает бафы да некоторые теперь сравнялось число плюсов и минусов еще бы какой-нибудь плюсик к сожалению не могу ничего сделать но мне это и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 что реально много всяких личинусов а я одних тех же не обучаю по сто раз да надо смотреть на книжечки на персонажи все обучаются личинусы все обучаетесь личинус как сами хлопоты так мы можем уже замочить этого парня или нет все равно это будет очень жестоко еще один умерто кто неудавшийся полководец гневные и жестокий понятно то что я люблю скоро принц луп отчинит яд твердить планы само собой и не все мы делаем то что делали то что задумали о очень давно так вот его сестра серьезно что этот придурок стал королем а я короче в жопу этих вонючих гадов что в баварии у нас происходит молодые бездетные сыпляки правят фу позор короче на этом я думаю закончим назовем серию тягомотина брачная тягомотина все всем пока до скорых встреч и надеюсь то что в следующей серии нам удастся сделать что-нибудь и как-то продвинуть свою династию на пути к величию а не то что мы делали сегодня